привет подписчики и гости моего канала как я и говорил в предыдущем видео меня позвали на передачу на телепередачу о птицах ну вот сходил я на съемки маленькая там конечно не такой как обычно потому что когда на меня наставили эту здоровенную камеру я конечно маленько потерялся ну что сказать передача прошла так себе как бы там два молодых ведущих когда я пришел по-быстрому меня завели передача прошла 10 минут я ушел то есть я не знал какие будут вопросы что будет там как бы ну вот что было то было в общем вот такие дела ну что скажу использовались там в передаче фото видео с моего архива которые не входили в видео обзоры есть были фотографии когда я ходил школу на уроки проводил уроки по ну немного по орнитологии по птицам детям проводил уроки в школах и в этом дворец пионеров там зоопарк у нас есть как было там тоже дети учатся и я им объяснял рассказывал в общем вот такие дела ну что скажу кстати завтра собираюсь в поле ехать за щеглами за градусами если конечно погода позволить а то у нас вон там если видно снег идет и ветер дует в общем вот такие дела ну что еще скажу ну вроде вот и все смотрите что получится да кстати если кому понравится не забываем ставить лайки писать комментарии ну и по желанию кто хочет можете подписаться всем удачи ну а мы продолжаем и у нас в гостях орнитолог любитель и птицелов профессионал евгений невзоров евгений здравствуйте здравствуйте расскажите немножечко о тех птичках с которыми сегодня вы к нам пришли птички прилетели кто у нас в гостях но вот это щеглы вот это чижи это белопоясый клёст это щур и урагус и тетери расскажите а вот вообще птицам дают имена ну это уже кто как хочет кто-то кеша кто-то вася кто как хочет называть а вот что значит певчие птицы певчие птицы потому что как саде эта птица которая живет дома и очень красиво поет вот взять щеглов допустим она самая яркая самая красивая птица в ней пять цветов и самая певчая иногда даже лучше чем канарейки поют то есть коленов больше щур тоже неплохо поет красиво чижи хорошо поеда вся птица она поет а соседям какие больше нравится да все птицы больше нравятся ну как по-разному а вот как они спят они ночью тоже спят или ночью могут нет нет только притушить притушили свет даже телевизор работает где-то ночник горит они все каждый на свое место рассаживается и спать да то есть эта птица ночью спит не шугается расскажите пожалуйста как они вообще у вас появились вот это самое интересное лесной птицы я занялся это еще с детства получается когда мой папа это поколение там практически все занимались этим не было ни компьютеров не гаджетов никаких все занимались ловли лесной птицы допустим осень зима ловля птиц весна лето рыбалка и вот папа меня приучил к этому хобби как бы занятию это то есть это хобби такое не то что это нажива какая-то или еще что-то это хобби я занимаюсь с этим с детства ловля птиц происходит но где-то есть на ловушке допустим от грубо говоря вот переноска с хлопком вот он зарядился туда насыпается смесь корм птичий мой допустим кричит подзывает тот прилетает садится на дверку ему надо скушать он прыгает на палочку хлоп и за это ловушки но ловушки это для как бы для любителей профессионально занимаешься это уже сети паутина тайник то есть раньше я ловил тайником это которая сеть ставится на землю располагается птица спускается на землю там дергаешь она захлопывается если у вас они просто хранятся то профессионально для чего ходят их продают ну кто как то продает по допустим вот я поехал в лес поймала 10 штук да я одну себе выберу который мне понравится более-менее остальных я выпускаю самок самок я не беру вообще то есть даже если она мне понравится я не беру это как бы самки пусть природе размножается допустим вот за щеглами и урагусами я еду в поле на берег ангары то есть щегол основная основной корм природе это репейник колючки шишечки там в этих шишечках семена вот они едят урагус полынь любит шишечки полыни ну вообще сорт семена сорных трав а допустим клёст он кушает природе семена шишек еловых сосновых чиж березовые бруньки тоже также шишки еловые семена достает щур в основном листиницу ранетку рябину то есть ну я про каждую птицу все прекрасно знаю а вот скажите сейчас вот они в таком переносном варианте у них небольшие вольеры как они вот у вас существует больше клетки но у меня три вольера дома метр на метр глубиной 50 сантиметров и более свободные клетки еще плюс у меня еще дома канарейки живут то есть дома они свободно у меня большие вольеры то есть они себя свободно чувствует еще чем птица чем больше клетка тем птица меньше шугается чем меньше клетка тем больше птица бьется но вы живете прям в своем доме в каком-то или нет квартира квартира да у меня для птиц отдельная комната а выпустить по комнате полетать конечно конечно крылышки размять это обязательно и на какое время вы себе берете есть ли какой-то период определен на неделю на две на дверь я птицу беру вот допустим чижи маленькие чижики восемь с половиной лет у меня живут щеглы шесть половина лет чур чур тоже шесть лет где-то и клёс тоже шесть лет а вот этот красненький урагус это свежий с осени пойманной а вот скажите как он в него в неволе комфортно отлично отлично сейчас как бы скажу вот даже щегол через сразу родили но сейчас объясню если правильно ухаживаешь ухаживаешь за птицей во время кормишь во время поешь не перекармливаешь почему потому что лесную птицу нельзя перекармливать лучше чтобы она была чуть-чуть впроголодь почему потому что если перекармливать птицу она перестанет петь и буквально месяца через три она просто зажиреет на палочке будет комочком сидеть ну будет птица больная то есть чуть-чуть не докармливать надо а если птица купается поет она прекрасно себя чувствует клетки я не купаю я ставлю чеплашку такую они сами с удовольствием плюхаются выкупается брызги только в стороны летят скажите пожалуйста а это ваше хобби или это ваша работа в этом нет это хобби мое хобби с детства как бы я ну где-то с восьмого класса я занимаюсь этим хобби ну конечно конечно я работаю сутки через двое то есть у меня время есть и отдохнуть и в лес ездить и поработать а вот мы скажем мы когда готовились программе читали формы и там говорят что птицы вот он маленький они очень чувствительные могут даже умереть от разрыва сердца если испугать если да я тоже слышал об этом но в моей практике вот сколько лет я занимаюсь такого ни разу не было то есть ни разу не пугает да даже птица когда попадает в садок или в сеть попадает самое главное не бежать как сломя голову там а аккуратно подойти аккуратно вытащить и положить дикую птицу свеже пойманную в темное место чтоб она успокоилась не билась в темное такое в затемненное место но мы неспроста владимира поставили немножко подальше от клеток чтобы не было разрыва сердца у птиц такой персонаж а сколько вас вообще птиц дома дома ну дома у меня без канареек чисто лесной птицы наверное штук 25-30 я конкретно не считал ну 5 канареек у меня и вот лесная птица больше конечно не нравится лесная птица это наверное релакс такой да а то как вот смотреть за аквариум до беседешь когда я в этой комнате у меня кресло потихонечку музыку включил кстати когда музыку включаешь или шум воды птица намного лучше поет она сразу как только включаешь музыку потихонечку она сразу начинает распеваться пытается перед перекричать музыку и начинает все поют все поют а какую музыку они любят без разницы просто музыка мелодия канти играет потихонечку щеголы больше всего конечно поют щеглы это вот вот эти вот похож просто прям один в один ну а если включить птиц и рок ты вдруг тут 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 самое главное тихо не громко потихонечку и любая музыка но нет не любая вот мелодичная больше мелодичная такая вот у меня у знакомого птица очень сильно любит пенской вот только под него поют может быть включим сейчас на телефон нет щас птица волнуется, потому что она, во-первых, в маленьких садках, вот щеглы вообще не шевелятся. Они волнуются. Жень, ты тоже волнуются? Плюс еще многие спрашивают, можно ли птиц держать зимой на балконе? Холодно им будет, не холодно. Конечно, можно. У дикой птицы температура тела, как вы думаете, сколько градусов? 46. 41. У человека 36,6, то есть у птицы 41 градус, можно спокойно держать на балконах, но в застекленном балконе, чтобы не было ветра. Мороз им не страшно, лишь бы не было ветра. И просто вместо воды либо менять воду, потому что она замерзает, либо просто в баночки насыпать снег. Зимой птица пьет снег. Да? Да. Реки замерзают, а она в лесу пьет снег просто. А я видел как-то раз, когда птички так, ну, в снег. Слушайте, ну это очень увлекательная история, конечно. Я думаю, что вы определенно особенный какой-то человек, потому что вот следить за таким количеством птичек и вообще... У нас в городе больше, ну, к сожалению, были раньше дедушки, которые этим делом занимались, но они уже все, нету их. Вот нас двое осталось в Ангарске. Я и вот мой товарищ Олег занимаемся этим делом. Ну, есть там еще любители, которые вот с ловушечками бегают. Но профессионально занимаемся, вот нас два человека в Ангарске осталось. Я думаю, особенно позавидовали сейчас все ваши релакс-комнаты, тем более, как вы о ней восторженно рассказывали. Многие захотят к вам в гости. Спасибо огромное за интересный разговор и за то, что вот вы так любите природу. И птички, видно, что они в хорошем настроении и прекрасном самочувствии. Редактор субтитров А.Семкин